МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПАВИНН СТАЦЬ ПРАРЫВНЫМ ДЛЯ РАЗВЯТІЯ БІЗНЫСУ НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ПАТІКАВІЛІСЯ СТАНОМ СПРАУ У БУДА КАШАЛЁСКИМ РАЙОНЕ У ГОМЕЛІ ПАДВЕЛІ ВЫННІКИ ЭНЕРГОМАРАФОНУ ШКОЛЬНІКИ И НАСТАВННІКИ РАЗПРАЦОВАЛІ НАВУКОВЫЕ ПРАЕКТЫ ЗДЕМАЛІ ВИДЕОРОЛІКИ, МАЛЛІВАЛІ ПЛАКАТЫ НЕШТА НАВАТУ ВАСОБІЛІ НА ПРАКТЫЦЫ А ЗАРАЗ АБГЭТЫМ І ІНШИМ БОЛЬШ ПАДРАБЯЗНАМ БЕЛАРУССЯ АЛЖИР ДАМОВІЛІСЯ ВЫВЕСТІ СУПРАЦОВНІСТВА НА БОЛЬШ ВЫСОКІ УЗРОВЕНЬ АБГЭТЫМ СТАЛА ВЯДОМА СЮННЯ ПАЧАС СУСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУССЯ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКІ З МИНІСТРАМ ЗАМЕЖНЫХ СПРАУ АЛЖИРА АБДЕЛЬКАДЕРАМ МЕСАХЕЛІМ ПАВЯДАМЛІЯ БЕЛТА ТОЙ УЗРОВЕНЬ АДНОСЯНОВ, ЯКІ У НАС УСНУЕ З ВАШЕЙ СЯБРОВСКАЙ НАМ КРАИНА НЕЛЬГА ПРЫЗНАЦ ЗДАВАЛЬНЯЮЩЫМ ТЫМ БОЛЬШ НА ФОНЕ ПАДЦЕННЯ ГАНДЛЁВЫЙ КАНАМІЧНЫХ СУВЯЗЮ У ГЭТЫМ И ВАШЕ, И НАША ВИНА ЛІЧЫТЬ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКА ПРЕЗИДЕНТ ВЫКАЗАУ ТАКСАМА УПЕЛНІНАЦ, ЧТО УКРАИН АТРЫМАЦЦА УЗНАВІЦ РАНЕЙШУ ЗРОВЕНЬ ВАЕННЫ ТЫХНІЧНЫГА СУПРАЦОВНІСТВА АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКА РАЗЛІЧВАЕ, ЧТО КЕРОВНІКІ ЗНЕШНІПАЛІТЫЧНЫХ ВЕДАМСТВАУ АБМЕРКУЮЦ УСЕ ПРАБЛЕМНЫЕ ПЫТАННІ ДВУХБАКОВАГА УЗАЕМАДЕЯНІ І ДАМОВІЦА АБ КАНКРЕТНЫХ КРОКАХ ДЛЯ РАЗВІЦЯ СУПРАЦОВНІСТВА ПА НАЗВАНЫХ НА КЕРУНКАХ ШТО ТЫЧАЦІ ПРАМЫСЛОВАСТІ І НАШАГА АУТАМАБІЛЯ БУДАВАННЯ, ТРАКТЫРА БУДАВАННЯ, СІЛЬГАЗ-МАШИНА БУДАВАННЯ ТО ПАВІНІН СКАЗАЦЬ, ЧТО АЛЖІР ГІГАНТСКАЯ КРАІНА І НАША ТЫХНІКА, МАХЩЫМАСТІ НАШЫХ БУДАВНІЩЫХ КАМПАНІЙ І ІНШЫХ ПРАДПРИЕМСТВО ПРИЙДЮЦІЯ ЯКРАЗ ПА СПРАВІ У АЛЖІРЫ МЫ АТКРЫТЫ І ГАТОВЫЕ ДА ЛЮБОГА СУПРАЦОВНІСТВА З ВАШЕЙ КРАІННІЙ АЗНАЧАВ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКА СІНЬЮ ГОМІЛІ ПАДВІЛІ КАНЧАТКОВАЯ ВЫНІКІ КАМПАНІЇ ПА ВЫБЕРАХ ДЕПУТАТОВ ГОРАДСКОГА САВЕТА ДЕПУТАТОВ 28-ГА СКЛІКАННЯ У СПІС ВЫБОРЩАКА У АБЛАСНЫМ ЦЕНТРЫ УКЛЮЧИЛІ ЧАТЫРЫ СПАЛОВЫЙ ТЫСЯЧА ЧАЛАВІК ДЕТЕРМЕННОВА ПРАГЛАСАВАЛІ СТО ДВАЦАТТРЫ ТЫСЯЧА ЧАЛАВІ И КАЛЯ СТА ВАСМІДЕСЯТІ ПРАІШЛІ НА УЧАСТКІ У АСНОВНЫЙ ДЕНЬ ОГУЛЬНЫЙ ПРАЦЕНТ ЯУКИ СКЛАУ БОЛЬШ ЗА СЕМЬДЕСЯТ ПРАЦЕНТОВ У ГОРАДСКИЙ САВЕТА БРАНО СОРАК ДЕПУТАТОВ ВЫБОРЫ ОТБЫЛИСЯ ПА УСИХ АКРУХАХ У ДВЮХИАНЫ БЫЛИ БЕЗАЛЬТЕРНАТЫВНЫМИ В 28-М САЗЫВЕ ДЕПУТАТОВ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЧЕТЫРЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИЯ Это Коммунистическая партия Беларуси, Либерально-демократическая партия, Партия народного согласия и Республиканская партия труда и справедливости Сохранена преемственность между депутатами. В новый САЗЫВ вошли 16 депутатов предыдущего САЗЫВа Среди депутатов 10 женщин, а также один молодой человек в возрасте до 30 лет Наибольшее количество представителей выдвинуто от социальной сферы города Гомеля Это представители здравоохранения, системы образования, а также культуры Згодно с законодавством, первую сессию Совету депутатов новых искликаний треба провести не поздней, чем празд месяц после выборов Попередняя вызначена дата – 5-го соковика Старшиня городской выборча комиссии Виталь Атаманчук уручил обранным депутатам посвечание И кожному пожадал пленной працы и поспехов Протягиваем выпуск Обвешан в Беларуси год малой родимы продугледжевая у тым леку мер по экономичным развитии регионов Значная увага при этом надается приватному бизнесу В Будакашалевском районе предпринимательскую деятельность зараз ожитивляют скаля 300 индивидуальных предпринимательников И больше, как 170 малых, средних и микроорганизаций С умовами працы некоторых с них ознайомился Олег Сентюров Товариство с обмежованной отказностью «Лоджикбокс» первую продукцию выпустило в 2015-м При этом больше год потребуется, как привезти в парадок набитые будинки Якие на той час не выкористовываются уже в 20-ти годы Больше нагадывали руины, чем промысловые объекты Бой из таких будинков, которые застались нам в спадче над середины 90-х на Гомичине, есть шмат Напевно, лучше за все их было бы просто знести Они в Будакашалеве знали иншее выезд Моя мысль, которая протяжелый час не выкористовывалась И по великим рахункам была головным боли мясовых улад Зараз заявляется база для створения малых предпринимств Сегодня на приватном предпринимстве Примается дел в реализации одразу двух удержавных программ Импортозамещения и экспорту За меже Белоруссии, основном в Российскую Федерацию Отсюда накируется 2-3 продукции Сирот Айчинных партнеров Минский гормалзавод и Гоменская мелковита Причем, по словам предпринимательников, трапить на внутренний рынок Зараз не меньше складано, чем ожитивлять поставки за меже краины Рыночные отношения везде, наверное, тяжелые И конкурировать на любом рынке Что на белорусском, что на российском, тяжело Поэтому, ну, все это важно Очень держать лицо предприятия И, естественно, качество продукции, чтобы не уступало И тогда, наверное, будет полегче Проблема, якая практически николи не постоя Перед приватными предпринимствами Складские запасы у многих Навод великих складских помешканий у нема У речи, это додатковые затраты При таких подоходах Головное добро ведать конъюнктуру рынка И не отмоляться ни от этих заказов Тем больше, что невеликому предпринимцу Больше легко перейти на выпуск новой продукции У речи, это хоть и не за всюду великий, а стабильный прибыток Сегодня каждый заказ выгоден Потому что нужно загружать производство И большой заказ, и мало он имеет свою рентабельность Поэтому каждый заказ важен Сильно большая конкуренция в нашей стране Боремся за каждого клиента Где качеством, где ценой, где условиями по доставке Где срочкой платежей Есть много вариантов Олег Сентяров, Євген Макеенко Телерадио компания Гомель Збудок и Шалёва 2018 год только распочался А уже его называют прорывным для бизнеса Причина у принятия одразу некольких правовых актов Якие начнут действовать селета Об их нюансах пойдет разговор завтра У программе Деялог На питание актуальное и для действующих предпринимателей И для тех, у кого властная справа Пакуль только в планах Откаже начальник отдела предпринимательства Комитета экономики Гомельска Габлова Канкама Марина Кривунь Глядите диалог у промым эфиры На телеканале Беларусь 4 Завтра у 19 годин 20 хвилін Номер телефона у студии 34-00-43 Пытание можно накеровать так само у Вайбер Долучайтесь За минулий год у регионе Уведено в господарший оборот Больше за 450 невыкористовуемых Объекта у коммунальной властности Об этом поведомила директор Обласного территориального фонду Державной майомасти Катярына Зинкевич Агульная площа, уведенная У господарший оборот майомасти Склала каля 90 тысяч квадратных метров Было проведено 111 аукционов На яких покупникам пропоновали 270 невыкористовуемых объектов Каля 100 з'их были реализованы Утым лику 55 Початковая цена яких Склала одну базовую величиню Активная праца протягнется и селита С полным пераликом объекта Можно знайомиться на сайте Гомель Абл Майомасти Начальник Гомельского областного управления МНС Анатоль Довгалевец Назначенный наместником Министра по надзвычайных ситуациях Отповедный указ подписал Президент краины Александр Лукашенко Анатоль Довгалевец Народился 5 липня 1974 года Увез цезавшицы Солигорского района Скончил Солигорский державный горно-химичный технику И высшайшее пожарно-техническое в училище Министерства внутренних справ Республики Беларусь Працавал у Клецким и Лицким районных отделах По надзвычайных ситуациях Сектор идеологичной работы МНС Аз мая 2016 года Займал посаду начальника областного управления До иных тем Сегодня у Гомеля подвели выники областного этапа Республиканского конкурса проектов по экономии и бережливости Энергомарафон Журы оценила каля 400 работ у четырех номинациях И назвала прозвища лепших С организаторами конкурса и его удельниками Сустрелись наши корреспонденты Селетний энергомарафон юбилейный У Гомельской области он пройшел у 20-й раз Организаторы узгадывают Некали починали сазвычайных малюнков на тему энергосбережения Сегодня пропануются уже реальные проекты, які можно выкарастовывать на практице Разумные жалюзии распрасывали у 27-й Гомельской средней школе Яны, по-перше, прасуют на солнечных батареях А по-другое, сами зачиняются у залежности от узровня солнечного светла Гэта распрасывка заняла у своей номинации первое место Диплом другой ступени накерывался у 10-ю Гомельскую гимназию Тут провели доследование разных видов школа и теперь докладно ведают Каким пропановым вытворцам можно верить, а для кого головный прибыток На самом деле, основная задача продавца – продать нам товар подороже, правильно? То есть, он хочет, чтобы мы купили двухкамерный стеклопакет с напылением и, естественно, с аргоновым наполнением Но, проверив на практике, мы можем получить все тот же самый эффект Используя и однокамерный стеклопакет, единственное, что должно быть, естественно, серебристое напыление внутри И заполнено аргоном То есть, практически процентов на 70 информации соответствует действительности Темы энергосбережения сегодня у тренде во всех установах эдукации Причем доследование часто носит практичную накерованность Школы рационального энергосбережения повинны выкликать у детей и подрядков цикавость до этой темы Методы самые разные от проведения доследований до организации «Агитбрыгат» В нашей программе мы демонстрируем такие энергосберегающие приборы Благодаря которым, например, если у вас что-то осталось гореть, что-то осталось работать С помощью наших электроприборов вы можете буквально на расстоянии их выключить И тем самым предотвратить себе какие-то дальнейшие проблемы На конкурс проекту по экономии бережливости «Энергомарафон» было принято коляд 400 работ Вся родная больше активных наученцы установ эдукации Гумеля в Удукошелевского, Ветковского, Жлобинского, Мазырского, Рыческого и Светлогорского районов Пераможцы будут срехтоваться до удела в финальных споборнствах И еще одна падея у адукацийной сферы Сегодня у Гумельским державным университетами Афранциско Скарыны Пройшла международная навыково-практичная онлайн-конференция В формате дискуссии на ее обмерковали актуальные проблемы лингвистичной адукации И перспективы выкладания замежных мов Удел приняли студенты и выкладчики из Беларуси и России Евгения Кухаронак доведилась про новые тенденции в научальном процессе На совете 5 российских и 2 беларусские университеты, а также Рыческий педагогичный колледж Эта конференция уже третья по лику И в сравнении с первой, колькость ее уделников взросла у троя Все лета студенты Москвы, Тамбова, Минска, Гумеля и в области Сустрелялись за обмеркованием новых методов научения замежным мовом Мы считаем это научное событие достаточно значимым Потому что, во-первых, это поддержание научного сотрудничества Между ведущими университетами Во-вторых, это дополнительный стимул привлечь студентов в науку И, в-третьих, это достаточно интересно в онлайн-режиме Пообщаться студентам со своими сверстниками, а нам со своими коллегами На дискуссию вынесены такие темы, як стимулявание познавальной деятельности Наученцев, формирование культуры иншамовных зносинов Выкористание, выкладание замежных мов такого приема, як гульня слов К корыстному в этом процессе может быть так само применение приказок и примавок Тема моего доклада – использование англоязычных паримий Тема актуальная, так как данные языковые средства содержат информацию Обладают не только большим методическим, но и культуровическим потенциалом С их помощью можно формировать ценностные ориентации, моральные установки И воспитывать духовно-нравственные качества личности учащихся В поводниках конференции плануется публикация сборника артикулов Зараз подрыхтована коля 70 из них, некоторые прогучали подчас международной навыковой дискуссии Евгения Кухаронак, Игорь Марыченко, телерадио «Компания Гомель» Активность острых респираторных инфекций у Гомельской области Знаходится на низком узровне Подаденных областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья Захворвоемость на острые респираторные инфекции и грипп на треть нижнейшая, чем летость За минулый тыдень у регионе зарегистровано больше 12,5 тысяч зворотов за медицинской допомогой Большость пациентов – детям Завтра будет означаться Международный день родной мовы Он был установлен по инициативе ЮНЕСКО коля 20 годов тому Кожный год гомельчане так само долучаются до святкованнёв И рыхтуют самые разные литературно-осветницкие проекты, присвеченные популяризации родной мовы Все лето в библиотеках и державной установе сетка публичных библиотек города Гомеля Уже 7-й год запар пройдет акция «Размавляй со мной по-беларуску» На протягу дня сопрацовники библиотек будут размовлять с читачами переважно на беларускай мовы И будут знакомить их с национальной литературной спадшиной нашей краины Наведвальники Центральной городской библиотеки имя Герцена, например Отримают махшимость принять удел у акции «Притулися до родного слова» Тут читачов чекают книжно-иллюстрационные выставы, конкурсы, викторины и интерактивные гульни Пройдусь подобные тематичные мероприемства и в библиотеках и филиалах ГТ и другие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресі www.tvrgomel.by Далее у эфиры де-факто и спортивный агляд А я с вами развитываюся, усяго доброго и до встречи у эфиры Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто В студии Руслан Габрилев, здравствуйте Поссорился с мамой и спрыгнул с балкона В Мозырском районе школьник, которому запретили выходить на улицу, сделал это через окно пятого этажа Конфликт между 15-летним подростком и его матерью разгорелся в поселке Криничный По словам правоохранителей, мальчик тайком вытащил из кошелька своего старшего брата карманные деньги, что и стало поводом для выяснения семейных отношений Ребенок посмотрел свой кошелек, не обнаружил 20 рублей Естественно, обратился к матери, чтобы узнать, где же деньги Мать сказала, что деньги действительно ложила в кошелек, но там их не оказалось Она обратилась к младшему сыну, чтобы спросить, где деньги Сын отрицал тот факт, что он брал деньги Вместе с тем, мать обнаружила в кармане штанов 20 рублей После чего между ними произошел конфликт, как словесный В результате чего мать сказала, что подросток на улицу не пойдет Но выход из квартиры подросток все же нашел Он спрыгнул с балкона пятого этажа Упав в сугроб, ребенок получил травмы и был госпитализирован Как сообщается, мальчик состоял на психиатрическом учете Милиция проводит проверку В агрогородке Поколюбича Гомельского района накануне не стало одного из жителей этого населенного пункта На пожаре в своем доме погиб 66-летний мужчина Пенсионер проживал один Пламя разбушевалось в его доме, когда мужчина, по всей видимости, спал Тело погибшего обнаружили пожарные в ходе ликвидации возгорания Причина пожара устанавливается Проверку проводит следственно-оперативная группа Вместе с тем, хотелось бы напомнить гражданам Чтобы не забывали наведывать своих престарелых родителей, родных и близких И помогали им соблюдать правила пожарной безопасности В ГАИ серьезно возьмутся за бесправников Работники ДПС примут дополнительные меры по выявлению нарушителей Только с начала года на территории Гомельской области К административной ответственности инспекторы привлекли 1055 водителей 60 автомобилистов попали за езду без прав повторно Материалы по этим водителям направлены в суд Два дела уже рассмотрены Один из нарушителей заплатит более 1200 рублей штрафа Это максимальная сумма Второй отправится под стражу на 8 суток В соответствии с частью 2 статьи 18.19.2 Это лица, которые управляют транспортным средством, не имеющими такого права А также равнопередача управления транспортным средством лицу, не имеющим такого права Совершенное повторно в течение года К водителям транспортных средств будет применяться административное взыскание в виде штрафа От 20 до 50 базовых величин Либо арест За 2017 год сотрудниками ГАИ выявлено около 25 тысяч водителей, которые садились за руль без права на управление автомобилем С участием таких водителей произошло 54 ДТП, в которых 13 человек погибли, 62 получили травмы Таков обзор происшествий к этому часу Оставайтесь с нами Я Руслан Габрилев Благодарю за внимание До свидания На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта В студии Максим Савин Здравствуйте В чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге накануне были сыграны очередные поединки Оба представителя нашего региона потерпели поражение Хоккейный клуб «Гомель» на домашнем льду принимал столичную юность Два периода команды отыграли без заброшенных шайб На старте заключительной третьей гостям удались две атаки Сначала Разводовский счет открыл, пять минут спустя Ногачев удвоил преимущество команды Михаила Захарова Отыграться рысям не удалось Старевары тоже уступили, однако пополнили свою очковую копилку Металург в Жлобине играл с Неманом Первый период оказался безголевым Вторая треть матча осталась за хозяевами 2-1 В третьем периоде болельщики также увидели три заброшенные шайбы Две в хозяйские ворота, одну в гостевые Причем все результативные атаки уместились в одну минуту игрового времени Как итог, 3-3 к окончанию основного времени на старте овертайма К огорчению Жлобинской торсиды гости сумели добыть победу До финиша регулярного чемпионата «Гомель» и «Металурга» осталось провести по два матча 24 февраля болельщиков ожидает Полесское дерби Матч пройдет в областном центре До этого Сталевары на выезде играют с «Динамо» «Молодечно» «Гомель» дома с Неманом В «Гомеле» сегодня стартовало первенство Беларуси по легкой атлетике Возраст спортсменов 14-15 лет В первый соревновательный день в программе беговые дисциплины Спортивная ходьба, прыжки в длинную высоту, толкание ядра А также соревнования многоборцев В нынешнем сезоне крупных международных стартов для этого возраста в календаре нет Однако тренерский штаб национальной сборной внимательно следит за турниром В 2019 году состоятся Балтийские юношеские игры Честь Беларуси на этом турнире предстоит отстаивать атлетам именно 2004 года рождения Есть детки очень способные И некоторые из них уже как бы немножко от таких видно имеют опыт тренировок Но есть дети, которые природой наделены и одарены Но они пока еще сырые, будем так говорить Буквально занимаются там год Но перспективы, я думаю, что у них очень хорошие В первый соревновательный день первенства страны спортсмены из Гомельской области без медалей не остались Виктория Баффтрель с новым личным рекордом выиграла соревнования по толканию ядра Также в активе наших атлетов пять серебряных и две бронзовые медали В Гомеле состоялся первый тур спорта-киады детско-юношеских спортивных школ по гандболу Соревновали спортсмены 2002-2003 годов рождения Всего участие принимали 14 команд Пять из них представляли Гомельский регион Три из областного центра, по одной из Жлобина и Рогачева Правда, попасть на пьедестал почута нашим гандболистам не удалось Ближе всех к медалям была первая команда областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта Матчи за бронзу гандельчане уступили ребятам из столичного рцора Победителем первого тура спорта-киады стала дружина Sky Union Менчане в финале переиграли команду Гродно Рогачевская из Дюшор номер 2 финишировала на 9-м итоговом месте Гомельская из Дюшор номер 10 на 10-м Вторая команда Го Цора по игровым видам спорта завершила турнир на 12-й позиции Жлобинский Цор на 14-й На этом пока все С новостями спорта вас знакомил Максим Савин Оставайтесь на Беларусь 4 Продолжение следует...